Здравствуйте, Кирилл Вениаминович. Разрешите поздравить вас с наступающим днём офицера и поинтересоваться, как вы пришли в полицию. Добрый день. Прежде всего, мой старший брат Мурат обратился к студенту-очнику исторического факультета с предложением, увеличивая этот штат Карачаевского ГУВД, как ты думаешь, будешь работать? И мой ответ был моментальный. Да, буду работать. Когда надо ехать? Да хоть завтра. И на завтра я поехал в город Карачаевск, зашёл в отдел кадров и написал заявление. И вот работаю по настоящее время в правоохранительных органах. Сколько лет уже? 33 года, как я работаю. Расскажите, пожалуйста, о вашей службе, в которой вы уже больше 20 лет. Службу я начал с самых низов, патрульно-постовой службе. Служба наша начиналась в 16 часов, заканчивалась в 00. В 90-е годы транспорт был роскошью. И поэтому 6 месяцев я жил на автовокзале и ходил на работу с вокзала. Дальше работал в группе задержания, вне ведомственной охраны. Потом мне предложили офицерскую должность, на что я отказался. Начальник Карачаевского ГУВД меня вызвал и поставил ультиматум. Или же пишешь рапорт на офицерскую должность, или же уходишь работать в совхозе имени Османа Касаева. Я написал рапорт на офицерскую должность. На сегодняшний день, конечно, я горд, что являюсь офицером. Ну, работал во многих сферах, был и участковым. Дальше с должности старшего участкового поехал учиться в город Москву в Академию управления МВД России, где успешно закончил, вернулся в Карачаево-Черкесию, стал, был назначен заместителем начальника по службе неведомственной охраны республиканской. Чуть поработав, снова уехал в Москву, поступил в адюнктуру Академии управления. Спустя три года успешно защитил ученую степень кандидата юридических наук, снова вернулся в Карачаево-Черкесию, где был назначен заместителем начальника карачаевского ГУВД. Сейчас вы возглавляете карачаевский отдел вневедомственной охраны Росгвардии. Расскажите об особенностях вашей службы, какие задачи стоят перед вашими сотрудниками. Прежде всего, это охрана общественной безопасности, охрана общественного правопорядка. В тесном взаимодействии с сотрудниками МВД участвуем в местах общественного пребывания граждан. Также охрана охраняемых объектов, учреждений, мест проживания и хранения имуществ граждан. А как вы работаете с молодыми сотрудниками? Огромную помощь в работе с молодыми сотрудниками нам оказывает Карачаевский городской совет ветеранов, Алиев Ракай Мухтарович и совет ветеранов войск правопорядка Росгвардии Кубанов Исмаил Ханапиевич. Прежде всего, это нравственное военно-патриотическое воспитание, гордость за Отечество и службой в рядах войск национальной гвардии, честь и порядочность, верность присяге. Керим Вениаминович, знаю, вы активно ведете патриотическую работу среди молодежи. Расскажите, пожалуйста, об этом. Мы в тесном взаимодействии с советом ветеранов правопорядка по городу Карачаевск и Карачаевского района Кубанов Исмаилом Ханапиевичем участвуем в мероприятиях, то есть это уроки мужества, открытие парт героям, возложение венков и цветов героям. Не только в Карачаевске и в Карачаевском районе, так же бываем и в других районах. Например, недавно мы, в частности, побывали в село Чапаевское, Прикубанского района на открытие парты героев Советского Союза Харуну Умаровичу Богатрёву. Не буду лукавить, детишки нас с радостью встречают, мы им рассказываем о нашей службе, о службе наших.